Стать защитником Отечества можно даже в юном возрасте. Ветеран Иван Михайлович Ермолаев в 11 лет по заданию военкомата выращивал лошадей для армейской кавалерии. Великая Отечественная война застала его в годы, когда, казалось бы, надо быть беззаботным ребенком, а он с детства посвятил себя служению Отчизне. Есть такая профессия – Родину защищать. Это очень важная профессия, и каждый человек должен к этому готовить. Я лично прослужил 35 лет, и в звании полковника ушел в запаску. Я горжусь этим, что я Родине какую-то маленькую толику днес в лепту и в восстановлении народного хозяйства, и в укреплении ее обороноспособности. Причем величие народа как раз в том, что бить врага идет и стар, и млад, и отец, и мать, и сестра, и брат. На торжественном собрании депутат от Сызрани в Самарской губернской думе Петр Лобарев призвал в День защитника Отечества честовать всех без исключения – и мужчин, и женщин. То, что делал наш великий народ на всех фронтах, оберегая нашу великую державу, делалось всеми – и мужчинами, и женщинами. И даже несмотря на возраст. Его слова поддержали аплодисментами сотни военнослужащих Сызранского гарнизона. МЧС и МВД – ветераны и курсанты вертолетного училища. В год 75-летия победы Великой Отечественной войны любовь к Родине, способность и готовность ее защищать приобретает особый патриотический смысл. И в этом плане мне хотелось бы сегодня выразить огромные слова благодарности от всех Сызранцев, уважаемому ветерану Великой Отечественной войны. За отличие в службе медалями наградили самых лучших. От имени Городской думы заместитель председателя Сергей Серпер поздравил солдат, офицеров и всех, кому довелось служить. Многие из них служат целыми династиями. Мужчины должны всегда быть в погонах, всегда должны защищать, помогать людям в стране. Поэтому мой выбор был очевиден, что именно я пойду в структуру, носить погоны и помогать нашей стране всем, чем возможно. Особые слова благодарности высказали в адрес вертолетчиков всех поколений, которые своим героизмом прославляют Сызрань, выполняя воинский долг в России и за рубежом. Анатолий Волошинский, Вести детально.